поехали с вами первый выпуск обнуленного русофоба беспокойно аналитического нервно паразитического дико стахастического или торического алиаторического я сказал и межпространственного межпространство как вы видите по картинке сверхгалактического альманаха который так и называется беспокойный русофоб беспокойный русофоб так значит мы прошлый раз мы обещали изложить нашу программу и вот сейчас в таком непринужденном режиме road movie мы излагаем нашу программу мы излагаем нашу программу значит она это изложение программы программа наша называется так что такое русофобия и почему это хорошо мы ее будем излагать она сейчас мы ее будем импровизационно излагать по пунктам и так пункт 1 передаем слово вам коллега русофобия это экзистенциальная болезнь на ее месте может быть все что угодно но если мы локализуем мы можем с этим работать и признание проблемы первый шаг к ее решению вам слово коллега пункт 2 русофобия это та часть мировоззрения которая может покидать человека а может оставаться с ним но в любом случае она является существенной для его становления и движения в сверх бытии пункт 3 на этом месте может быть а может и не быть все что угодно и поскольку природа русофобия как и программа русофобии такова что этот пункт включает в себя все остальные в том числе уже названы а также следующий русофоб всем ребятам пример русофоб не пьет водки русофоб не нюхает табака русофоб не матерится в публичных местах русофоб не матерится в непубличных в приватных местах русофоб вообще никогда не матерится потому что русофоб всю природу побороб нет почему-то я не то говорю в общем короче говоря русофобам быть хорошо а не русофобам быть не очень хорошо и стоит быть русофобам более того мне кажется русофилам и патриотам надо брать своих русофобов ну как бы воспитывать чтобы быть всегда в контрадикции знать как бы свои слабые стороны сильные стороны и И правильный русофил, правильный патриот России должен платить, просто, ну, кормить, помогать русофобам, как, собственно, и русофобам, и русофилам так же. Это следующий пункт нашей программы. Значит, каждому русскому по русофобу. У каждого русского должен быть, как вы знаете, у антисемитов есть всегда знакомый еврей. А у русского должен быть всегда русофоб, причем не один. А не несколько, несколько человек. Да, и желательно даже внутренний, который бы, ну, внутри сидел. Внутри сидел, кормился, поился, не матерился в публичных местах. Русский будет материться в публичных местах, а русофоб, русофоб, внутреннего. Ну что же ты, дружище, ёб твою мать, скажем. Ну, ёб мой карась, опять ты вот, как русский, какая-то последняя. Да, да, да. Вот, смотри, собачка какая маленькая. Собачка, собачка, это щеночек французского бульдожечка. Малчик. Да, французский, такой палевый французский. А ты знаешь, я тут прочитал в комментариях к Набокову, что якобы не бывает черных французских бульдогов. Что ты думаешь про это? Я думаю, что когда Набоков писал, то про черных французских бульдогов, может быть, их тогда еще и не было, или порода только устаканивалась, потому что с породами там все очень сложно. А сейчас есть черные французские бульдоги? Они в такую, знаешь, черно-черную полосочку. Если присмотреться, то те, которые кажутся черными, они на самом деле такие полосатые, как матросы, примерно. Руссо-матросы, помнишь, кстати, такая песня была у Захара Мая? Захар Борисович. Захар Борисович Мая. Кстати, мы вернулись к теме русофобии. Что касается матросов, то Россия, конечно, должна иметь своих агентов среди океанических русофобов, заокеанских русофобов. Конечно, ветераны всегда дружат. И ветераны всегда дружат. Поэтому России нужно умерить свой пыл. Отдать все незамерзающие порты и, наоборот, забрать все замерзающие порты. Пышно. А ты знаешь, кстати, что русские, Путин собрался ледоколы атомные новые строить? Ну, я надеюсь, будут яхты личные. Да, я думаю, для Дерипаски будет данный ледокод. Да, да, может быть, нам подарят. А, такое хорошее название для ледокола. Беспокойный русофоб, кстати. Это, между прочим, мы просим считать обращением к власть передержавшим. И, соответственно, просим включить строкой в бюджет построения ледокола «Беспокойный русофоб», специально приспособлен для тропических вод. Вот, значит, вы думаете, что мы закончили? Нет, мы не закончили. У нас еще есть очень много пунктов, помимо тех, которые вы уже высказали. Например, пожалуйста, вам слово. Да, пунктом, пунктом, да, вот, спасибо за слово, надеюсь, я его произнес, и в следующих выпусках еще произнесу безусловно, потому что лично я думал тоже, что мы закончили. Но поскольку коллега старший говорит, что мы еще не закончили, то я продолжаю. А я, знаешь, хочу про домогательство еще сказать. Домогательство. Я домогался однажды. Я хочу сказать. Я хочу сказать, что, вероятнее всего, жизнь будет проистекать так, что я снова буду домогаться того же самого человека. А русофоб не домогается, не матерится, не домогается? Я был в бессознании, я был просто сущностью. А, то есть ты не был русофобом? Ну, я был всем и ничем, вот это все, как обычно. Как это трогательно. Отвешенный. Как это трогательно. Смотри, Макдональдс, как русофобия? Русофобы относят к Макдональдсу. Русофобы фанаты Макдональдсу. Хорошо. Каждый звезденный Биг Мак, это... Это гроб в могилу. Точно. В могилу гвоздя. Точно. Смотри, как мы удачно едем, и причем болтаем, болтаем, и ни разу еще не проехали на Красный. Не сбили ни одной русской старушки. Так. Про догомогательство мы сказали. Ну, и что-нибудь это самое. Еще нужно сказать... Ой, а ты знаешь, что ты думаешь про Фургала? Или Фургала? С одной стороны, отличный чувак. С другой стороны, может быть, это проект либеральной башни. С третьей стороны, вот это фото со стаканчиком. Это все-таки... Это... 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 Это в... То, что Россия... В... Как это сказать... Ну, в общем, я... Я практически скоро буду его фанатом, этого молдаванина. А в чем он молдаванин? Ну, а кто он? Ну, я не знаю. Фин, может быть. Да в Гитой России. Это Угора финская фамилия, по-моему? Не знаю. Вот смотри, гном. Гном. Смотри, гном. Да. Очень-очень молод. Русский гном. Да. И он такой популист. Во всем зарплату резал. Слушай, а давай это самое, давай еще организуем издание детского журнала «Русский гном». Да. Точно. Это наша следующая задача. Надо с Барсукомов кооптироваться. Пока. Ну, а нам разрешат? У Русского посольства. У Русского тут нет Русского посольства. Тут консульство. Консульство, да. И оно уже где-то далеко. До шести запрещают. После молдаванин. А, ну хорошо. Ладно. И вы, наверное, хотите нас напоследок видеть? Мы сейчас вам покажемся. Ну, может, мы покажемся. Сейчас я еще скажу. А что я думаю про фургала? Да. А я не думаю вообще про фургала. Вот ведь какая штука. Я не думаю про фургала. И мало того, я никогда не думал про фургала. Ну, я думал, потому что столько новостей вокруг. Я просто был вынужден на него обратить внимание, чтобы говорить по-русски со всякими людьми и убеждать их в русофобии. Но ты, главное, не начни его домогаться. Фургала, но у меня все-таки я пока не эволюционировал до такой степени, чтобы начать. К тому же у меня наверняка куча других людей, которым он будет рад, значит, отдаться или не отдаться. Ну, чьи домогательства интереснее, чем мои, например. Ой, звучит печально. Да, но отлично он сидел. А куда мы едем опять? Я не знаю. На парковку какую-нибудь. Отлично он сидел в госбуре и, значит, игрался со стаканчиком. Ну слушай, тебя как-то поразило этот стаканчик. Да, что русский парламент это не место для дискуссии, это место для игры в стаканчик. На персточек. Да, вот это вот все. Поговорить. Вот это вот все. Какие дискуссии. Вот. И если чувак так вот, как бы, такой себе сделал факт в биографию, то супер прям. Фактически русский Илон Маск. А Илон Маск это мой кумир. У меня их много, поэтому я могу так говорить. Ой, точно. Русский Илон Маск. Да, да. Он, знаешь, бочки бывают из-под бензина. Если ее как следует поджечь, то она может на Марс улететь. Да. Так. А ты знаешь, что мы переезжаем, между прочим? Да вы что? Наша кафедра переезжает. Ну и много. Вот это да. Вот смотрите, это храм русофобии. Да. Мы сейчас пойдем молиться. Точно. Нам нужно акафист какой-нибудь придумать и еще какие-то тексты богослужебные. Его построил известный русофоб, которого перебил другой известный русофоб. Он же его прибил. Кто кого? Ладно, потом обсудим матчасть. Архитектора Краузе никто не прибил. Нет, а два фундатора. Где фундатора, а где Дербский университет? Ну да. Это же Академия Густавиана была, а не Дербский университет. Это все мифы, ты находишься в плену мифов. Дети ползают. Дети ползают. Курьеры вот такие у нас стоят. Это. И не бунтуют, между прочим. Не говорят, что давайте нам гамбургеры, а мы вам их не повезем. Они идут. Это. И вот здесь наконец-то мы рано или поздно найдем место для парковки, как это делают все. Ну... Одну я вроде уже увидел. Ну... Эх, хороший бывший выпуск. Если вы досмотрели до этого места, то обязательно поставьте нам лайк и... Share. Share поставьте нам. И что еще там нужно делать? Репост. Репост сделайте. Репост. Да, и донаты. Донаты, донаты. Донаты, побольше донаты. И тогда... И тогда вы услышите то, чего еще никогда не слышали. Потому что в следующем нашем выпуске мы расскажем вам... У нас будет следующий выпуск в таком неожиданном, знаете ли, неожиданном формате, который называется... Лайфхак. Yo, man. Bye.